Я говорю вам, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонат, а если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад. Эти строки в далеком августе 1941 года написала поэтесса Ольга Бергольц, ставшая музой блокадного Ленинграда. Сегодня, спустя более чем 75 лет, стихотворение читает жительница осажденного города Валентина Васильева. Ей было всего 5 лет, когда началась война. Но это страшное время девочка запомнила на всю жизнь. Сообщили, что немцы напали на нас. Началась война. Но папа сразу же, не ожидая этой повестки, сразу пошел в военкомат и ушел на фронт. И мы остались втроем. Остались только хрупкая женщина, которой не было еще и 30 лет, а на руках двое маленьких детей. Пока мама работала, Валя сидела с младшим братом Валерой. Сидели и ждали, что вот сейчас придет мама и принесет еду. Практически с самого начала блокады в Ленинграде начались проблемы с продовольствием. Город окружен немцами. Бадаевские склады, где хранили запасы еды, враг сжег. Начался голод. Ждали маму. Когда мама придет, принесет там, называется, баланда. Что там было, не знаю. Но однажды, в 1942 году, Валера, поем их, видимо, может, много, а может, это наш целый день, мы голодные сидим, и умер. Голод не щадил никого. По официальным данным, почти за 900 дней блокады в Ленинграде от истощения умерло свыше 600 тысяч человек. Видеохроника тех лет отчетливо показывает, что город был усыпан трупами. За три года люди уже перестали замечать смерть вокруг себя и просто проходили мимо. Найти где-то гробы, чтобы просто похоронить близких, стало невыполнимой задачей. Как вспоминает Валентина Васильева, каким-то чудом ее маме удалось сколотить маленький гробик. Чтобы похоронить в нем ребенка, а тогда тела сбрасывали просто в общую кучу, пришлось дать кладбищенским работникам кусок хлеба. Этот кусочек хлеба помог, что его в гробике, но все равно в общую могилу похоронили. Кусок хлеба, в котором и муки-то толком не было, а сплошные опилки, жмых и целлюлоза, был самым желанным для жителей блокадного Ленинграда. О нем мы мечтали и думали. И мама, помню, всегда говорила, скорее бы отменили карточки, чтобы вдоволь наесться хлеба. Современным людям сложно представить, как можно жить без хлеба, который продается в любом магазине. Когда-то кусочек в 125 грамм был единственной едой на целый день, а сегодня стал символом мужества и стойкости. Ежегодно в России вспоминают день полного снятия блокада Ленинграда. В этом году в различных городах, в том числе и Твери, прошла акция «Блокадный хлеб». Волонтеры напоминали горожанам, как было тяжело нашим соотечественникам жить в Великую Отечественную войну. Мирного неба вам над головой. Спасибо большое. Скажите, а сколько для вас означает этот кусочек хлеба? Кусочек сердца, наверное, какого-то. Юлия Ильичева, Михаил Волков, Рэнтоопилот.